...проект 27 июля 2014 года и до сегодняшнего дня во мне было какое-то ощущение необходимости чем-то значительным и особенным отметить участие моё в замечательном проекте Анатолия Эдуардовича. Идею моего подарка, нашего подарка команды я подчеркнул у самого Анатолия Эдуардовича, когда он рассказывал, что при будущих раскопках или сейчас, когда раскопки ведутся археологические, там находят камни, на которых написан автор. Было такое? Поэтому, обратите внимание, 9 месяцев назад идея, высказанная на мероприятии одного из инвестиционных фондов, называется «Гермес Инвест», в которой главной составляющей и самой важной является «Скайвей», была высказана идея о подарке таком. Она была поддержана моей командой, моим спонсором Николай Павлович Шубин. И финансово, и организационно, и в конечном счёте мы поручили вот этому замечательному человеку изготовить, да, члену команды, тоже инвестору с 14-го года, с ноября месяца, изготовить памятный сувенир. Давайте помним. Подожди, подожди, подожди. Из чего? Это потом. Похож? Спасибо. В этой картине использовано около 20 камней самоцветов. Одним из основных... Надо сравнить без кепки. Основным является знаменитая Орская яшма с месторождения Гора Полковник. Похож? Слышали? Спасибо. И у меня есть совершенно твёрдая уверенность в том, что камень, силу, красоту, мощь которого, которая представляет нашу матушку Землю, золотые руки Санцезбаева-Буркутбаева, исполнителя этого, и наши сердца, тепло наших, а теперь и ваших сердец, будет залогом того, что мы непобедимы. Строй Скайвей! Сказай планету! Ура! Ура! Спасибо большое. А у нас для вас есть ещё один сувенир, и... точнее, сюрприз, а не сувенир. А у нас есть группа инвесторов из Австралии. Вот они хотят танцевать. Национальный танец. Если не ошибаюсь, называется Huga. A group of Australian investors who are present here would like to dance a national dance for you, and let us welcome them. А где нибудь танцевать? Где нибудь танцевать? Здорово. На траве. На траве. Добрый день, Эко-фест. Здорово. Добрый день, Эко-фест. Окей. You're going to have to translate. Окей, so, this Rupu here, which is a group, a troop of people, have come all the way from New Zealand, a few of them from Australia as well, to represent our area of the world. Прибыли сюда из Новой Зеландии и Австралии для того, чтобы представить этот регион мира. As anywhere where New Zealanders go, we like to bring our culture with us. We have a tongue here for Dr. Yunitski, which is a very sacred thing for New Zealanders. So, I'd like to, on behalf of New Zealand, provide us for Dr. Yunitski. This is a gift to Dr. Yunitski. Now, as tradition, also, we generally do a hongi, which is, Dr. Yunitski, take your head off. You come forward, head down. So, I just want to say the tiki, the taonga that Dr. Yunitski has, will keep the wearer safe on all his travels and look out for him always. And we'd like to talk to you here with a haka from our Ruppu. Итак, этот сувенир не просто сувенир, это защитит Dr. Yunitski во всех его путешествиях, а для вас сейчас небольшой танец. Аплодисменты! Туау! О, ерикама! Кя матара! Hei тауа! Hei тауа! Hei тауа! Ка hiiwara! Ка hiiwara! Ка hiwaraа! Ка hiwaraа! Ка hiwaraа! Ка hiwaraа! Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо! Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Город Чехов Добавил DimaTorzok 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 в одном случае труба. Это и есть головка рельса. Но мы не можем сегодня сделать свой рельс. Это то, что сделано, не очень подходит. Но это есть в промышленности, где можно купить. Если мы начнем делать свой рельс, то все инвестиции уйдут на это. Будет рельс, но не будет ничего другого, кроме рельса. Потому что же те же железнодорожники научились делать рельсы за 200 лет. Вы знаете, сколько денег они вложили, чтобы эти рельсы были ровными? Чтобы появились прокатные страны, металлургические заводы и так далее. Поэтому мы идем по другому пути. Используем то, что есть и делаем свой рельс. Он будет. Но это чуть позже. И поэтому то, что есть, вы заметили, наверное, и задавали себе вопросы, почему там постукивание, почему пошатывание и так далее. Ничего удивительного в этом нет, потому что та же труба, которая используется в качестве рельсы, головки рельсов, она получается с полосы. Когда мы полосу начинаем гнуть, чтобы сделать профиль, появляются неровности поперечные и продольные. Потом труба не мог быть ровной. И поэтому появляются микронеровности, на которые собственное колесо стучит, которые практически нельзя убрать. Когда у нас был свой рельс, этого не будет. И в следующем году уже в Эмиратах мы уже будем ездить по своим рельсам. Эта работа ведется, но она не делается так быстро, как хотелось бы. То есть я разумно распределяю инвестиции. Все понятно. И еще вопрос. По прокладке трассы через лес, лесополосу и так далее. Обязательно ли вырубать полностью растительность и деревья, как это делают при прокладке электрокобелей? Ну как вы думаете, вот супер легкую дорогу, там надо рубить лес? Очевидно, что нет. Это из-за типа дороги, ее высоты и расположения. Если мы идем на седе 10 метров, а деревья 30 метров, конечно, надо вырубать. Но если мы идем на седе 50 метров, то деревьям стоят 30 метров, не надо вырубать. Ну, эта дорога будет дороже. Если заказчик закажет более дорогую дорогу и скажет, не рубите лесу, не будем рубить. Все понятно. Микрофон номер два. Россия, Орел, Валентина Полянская, консультант. У меня такой вопрос по адресному проекту. Как нам продвинуть? У нас, значит, одна река Акар и город удлиненный. И в основном население возят с одного конца города в другой. Это будет, например, Знаменка, микрорайон Сталипрокатный. Вот. Как нам продвинуть адресный проект? У меня уже и правительство Орловской области, городской департамент, как бы, в курсе событий поддерживает меня. Вот. Департамент городостроительства, депутаты. Вот. Только, вот, как бы, эту комиссию, эту команду, чтобы она к вам попала, и, как бы, вы уже с ней вели переговоры. Вот, подскажите, пожалуйста. Хорошо. Понятно. Одного желания, чтобы появился адресный проект, недостаточно. И самое сложное в любом проекте, это, на самом деле, не желание, чтобы этот проект был реализован, а инвестиции. Если на проект не будет денег, то он никогда не будет реализован. А будут деньги или нет на проект, то зависит от того, насколько он будет эффективен. От бизнес-плана и технико-экономического обоснования. Эта работа никем не делается, и, естественно, никакой инвестор в этот проект не пойдет. Для того, чтобы реализовать любой адресный проект, первое, что должно быть сделано, должен быть сделан анализ. А необходимо ли это с технико-экономических соображений? Будет ли это купаться? Для этого надо готовить бизнес-план. И это надо тем, кому это нужен проект, а не нам. И таких проектов могут быть миллионы. Мы не можем предлагать по всему миру эти проекты. Так? Даже как автомобильная дорога нужна в любом месте. В любом. Подойдите к карте, к ней, закройте глаза, ткните пальцем. Куда палец попал, туда, там нужна автомобильная дорога. Она есть уже. За сто лет построили. И, опять же, если ткнуть пальцем любую точку земли, и там тоже нужны дороги Skyway. Но это не значит, что она там появится. Даже не значит, что автомобильная дорога должна была сама появиться. Значит, кто-то должен заказать ее, кто-то зафинансировать. И тогда она будет построена. Так и здесь. Спасибо большое за Ваши вопросы и за Ваш ответ. Владимир Владимирович, они хотят, может, но расширить, расширять некуда. Вот. И поэтому пробки сплошные. И предлагаем, конечно, вот это только Skyway. По второму уровню пустить общественный транспорт. Вы слышите? Если не будет денег на проект, его никогда не будет. Не важно, это нужно, не нужно. Самое сложное здесь финансирование. Инвестирование в проект. Вот этот вопрос должен быть решен. Спасибо большое. У нас мало времени. Пожалуйста, микрофон номер три. Молодой человек, несмотря что такой большой и сильный, не бойтесь его. Он добрый. Подходите, потому что распределились неравномерно. Мы будем первый, второй, третий. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Это город Вологда. Ну, естественно, Россия. Очень рад засвидетельствовать Вам. Глубочайшее уважение к профессионалу самого высокого класса. И вопрос такой, даже не только вопросов, просто хотелось бы узнать Ваше видение. То есть, сейчас уже проект, он уже даже не комок и уже даже не снежный комок. Уже похоже начало лавины. А штат, хоть и великолепные мастера там и профессионалы тоже большие своего дела, но их все равно ограничено. И как Вы видите дальше справляться, начиная от изысканий, там камеральная обработка, поле работы, геология и адресия, потом проектирование, потом монтаж линий и дальше, конечно, подвесного состава изготовления. Это же просто огромный объем. У Вас будут субподрядчики как-то смотрятся или как это будет? Вы можете пояснить? Мы развиваемся и развиваемся очень быстро. Я говорил об этом так. Сейчас уже только инженеры у нас больше 600 человек, хотя 3 года назад я был один сотрудник. И естественно мы дальше должны развиваться еще быстрее, потому что для того, чтобы проектировать миллионы километров дорог и строить, а это время наступит, лет через 10, то в нашей компании должно работать более 100 тысяч человек. Нет, это значит будет подразделение по всему миру, филиалы и так далее, но если мы будем отдавать на сторону проектирование, строительство полностью, то мы потеряем бизнес. И Вы, акционеры, потеряете свои инвестиции фактически, дивиденды и так далее. Поэтому держать это все в своих руках, и естественно у нас будут субподрядчики, они есть в Эмиратах, уже у нас есть консультанты, через которых мы работаем, это те организации, которых правительство назначено. Мы через них работаем, и есть уже субподрядчики, которые будут делать металлоконструкции, будут делать бетонные работы, будут делать там геодезические изыскания, геологические, вот это все. Зачем? Это мы будем на местах, силами тех местных организаций делать. Строительство тоже, там же разные есть этапы строительства. Допустим, бетонные работы, фундаменты, зачем нам это делать? Это будут местные делать. А вот натяжение струн, анкировка, какие-то другие вещи, где есть ноу-хау и так далее, будем делать мы, и тогда контроль будет за нами. И поэтому, та же как, допустим, компания Boeing, у нее 10 тысяч поставщиков, 10 тысяч. Они не делают там крылья, двигатель, шасси, зачем? Они собирают самолет с деталей, взятого со всего мира. И этот самолет американский, это Boeing сделал, так ему бы он работал. И, естественно, будем свои производства развивать, в том числе в Эмиратах, где мы хотим уже серийное производство организовать. И в то же время будем использовать и для изготовления подвижного состава, там, металлоконструкций, субподрядчиков по всему миру, партнеров, которые уже у нас есть сегодня. Как попасть к вам субподрядчику? Нет, так, в Эмираты вы никак не попадете. Это через консультантов, которые правительство назначают. А если в Беларуси нет заказов, то зачем нам здесь субподрядчики, да? Или в России, если, допустим, вы откуда сами? В Волоке. В Волоке, да, Россия. Ну, если в России пройдут проекты, мы, естественно, будем искать партнеров в России, они уже тоже есть у нас, то там на основе, опять же, конкурса. Если вы выиграете у других, то будем с вами работать, вопроса нет. Потому что инвесторы поймут, и когда мы выбираем наиболее эффективно субподрядчиками, так же, цена-качество, сроки строительства и так далее. Они знакомы или хороший человек, давай с ним работать. Понятно. На конкурсной основе можно будет. Может, на нашем сайте будет появляться информация о конкурсе? Конечно, конечно. Конкурс – это же открытая информация, да, конечно. Хорошо, я понял, спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Пожалуйста, снова микрофон номер один. Прошу формулировать вопросы кратко, емко, потому что желающих уже много. И чтобы вы услышали как можно больше ответов. Микрофон номер один, не тяните время, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Нейтан. Я живу из Перф, Австралии. После Дубайского договора, где находится Роддхук Skyway Transport Australia? И какие проекты вы будете работать с Роддхук после Дубайского договора? Мужик из Австралии, из Перта, говорит, после того, как мы столько много слышали о Родде Хукке, на какой стадии находятся его дела и услышали что-нибудь об адресных проектах в Австралии? Австралия очень сложная страна для работы. Австралия очень сложная страна для работы. Там все зарегулировано очень сильно. Допустим, то, что мы решили в Эмиратах за полгода, мы не сможем решить и за три года в Австралии. Что мы решили сделать в Эмиратах за 6 месяцев, мы не сможем сделать в Австралии в 3 года. Поэтому, в основном идет работа рекламного плана, информирование о том, что есть замечательный проект. Эта работа ведется, и Роддхук хорошо выполняет эту работу. Роддхук, который проводит хорошую работу. Роддхук, который проводит хорошую работу. Промотить наш проект, просто информировать Австралию, о том, что такой проект существует. И это стремительно продолжается. А вот с адресным проектом, допустим, у нас было предложение сделать адресный проект в университете. Флитман, как это? Флитман или Флитман, как это? Университет, да? В Аделаиде. Какое построил предложение? Вы постройте нам дорогу за свой счет. Но если нам дорога не понравится, вы должны ее снести за свой счет. Как вы думаете, мы будем такой адресный проект делать? Как вы думаете, мы будем строить такие проекты? Я понимаю, что государство трудно работать с этим, и есть много черного тапа. Но проекты, которые мы имели в place, они были поставлены в ходу, потому что это добычный проект. Как вы думаете, что вы вернете в Австралию с проектами Родхук в будущем? Для того, чтобы мы имели до сих пор. Но он говорит, что, к сожалению, значит, я до всех переведу. Он говорит, очень жаль, да, в Австралии очень много бюрократии, тяжело работать, но все-таки есть ли шанс какой-то, что будет продолжена работа над теми конкретными адресными проектами, помимо этого, которые начинал в Австралии Родхук? Да, ну, шанс же тут не от нас зависит. От меня зависит технология, а не реализация. Реализация зависит от других, от тех, кто продвигает проект. Понимаете, так делайте эту работу, найдите проекты, найдите инвестиции, и мы реализуем проект. Одно из предложений по Австралии еще 10 лет назад давал. Правительство Австралии дважды как бы задачилось тем, чтобы построить скоростную дорогу Мельбурн, Сидней, Брисбен. И даже платили 30 миллионов долларов за исследование. Там, кто выиграл тендер. Было сделано это исследование. Там даже упоминается струнный транспорт. Там говорится о том, что это такая интересная инновация, но пока еще ничего нет, поэтому мы ее не рассматриваем. И выбрали проект скоростной дороги по японским технологиям. А когда посчитали, сколько это будет стоить, 8 миллиардов долларов, то прослезились и закрыли проект. Мы дали предложение, я давал за эти деньги, 8 миллиардов долларов, построить кольцевую трассу вокруг Австралии. С двумя диагональными трассами. Это изменило экономику Австралии, подняло объем уровень, как автомобильная дорога кольцевая. Она разы в экономику подняла Австралию. И лет десять, жду ответа. Отправись из Австралии. От губернаторов там штатов. Ответов никаких нет. Ну что, мы должны навязывать. Значит, спрашивает, заинтересованы были ли вы работать на биотехнологиях? В частности, создание масел или, как я понимаю, дизельного топлива. В данном случае, на основе... Конопли? Чего? Конопли? Ну, по-моему, конопли другого применения есть. Более эффективно. Нет, не заинтересованы. Мы заинтересованы, чтобы, возобновляя энергетика, была зеленая энергетика. У нас технологии такие есть. И одна из таких зеленых технологий – использование энергии древнего солнца. С этим проблема в Австралии, кстати. Зеленые там пытаются закрыть все угольные электростанции в Австралии. Потому что они собирают проблемы с экологией. Мы можем эту энергетику изменить. И угольные электростанции не будут экологически вредны. Потому что отходом электростанции будет виноград, яблоко, вино. Это будет отход. Потому что с угля и отходов сжигания мы поделаем гумус почву. Потому что уголь – это древнее дерево. А дерево взяло энергию солнца. И все нужное для жизни из почвы. Поэтому это древняя почва, на самом деле. И у нас есть технологии. И в том числе эту технологию сейчас разрабатывает фермер Юницкий. И это его земли тут. 120 долларов. И вот эти технологии, они более интересны и более важны для Австралии. чем то, а в чем мы сказали. Второй микрофон, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, город Уфа, Россия, Башкортостан. Уважаемый Анатолий Эдуардович, вопрос такой. На сегодня получены сертификаты на некоторые виды подвижного состава. А получены ли сертификаты на саму струнную технологию? Я имею в виду опоры, рельсы, то есть сам путь. Спасибо. Большинство людей, инвесторы в том числе, не понимают, что такое сертификация. Вообще не понимают. И боятся этой сертификации какого-то страшного зверя. А на самом деле сертификация делается только на оборудование. Строительные сооружения никогда, нигде не сертифицировались и не будут сертифицироваться. Это эстакада. Это мост. Мост строится совсем по-другому. Там надо разработать проект моста, эстакады в соответствии с действующими нормативами. В данном случае это нормативы. С ним стоит на норму правила моста и трубы. И рассчитать эстакаду с учетом долговечности, строк службы не менее 100 лет, прочности, то есть любые нагрузки за 100 лет, ветровые, температурные, землетрясения, еще что-то, от подвижного состава. Чтобы в конструкции напряжения были больше критических за 100 лет. И чтобы, третий критерий, чтобы ни один элемент конструкции не потерял устойчивость. Особенно сжатый элемент. Вот три критерия. Делается проект, и он согласовывается в государственных органах. Проходит экспертизу, а не сертификацию. Он проходит экспертизу. Дается разрешение на строительство, как мы здесь строили. И строится объект. При этом, естественно, любой строительный объект должен строиться из сертифицированных материалов. Вот. Мы, естественно, используем сертифицированную арматуру. Что, думаете, мы ее в лесу нашли? Или струну. Она, естественно, имеет сертификатство. Вообще, это уникально. Вот, если струну взять, это обжатый канат К7, 7 проволок с одной центральной проволокой. Диаметр 15,2 мм. Диаметр, вот как мой палец. Она выдерживает до разрушения 32 тонны. Представляете, 32 тонны держит, да? Он, естественно, сертифицирован. Мы используем бетон, который сертифицирован. Когда мы строили, мы, естественно, составляли все акты скрытых работ. Потому что можно схалтурить и спрятать. Сказать, все нормально. Нет, есть акты. Можно проверить. Представительство, мы, естественно, сдавали образцы бетона и так далее. Если бетон не утворял, то надо было конструкцию разрушать и новый бетон заливать, да? И когда построено, тогда созывается комиссия. Она проверяет соответствие того, что построено, проекту. Если все нормально, подвести акты и вводится в эксплуатацию. Тогда сертификация у нас только для чего нужна? Для юнибусов, это подвижный состав, это оборудование. Нужно будет для стрелочных переводов, для других элементов, где есть подвижные части, где есть машиностроение, а не строительство. Спасибо. Спасибо. Микрофон номер три. Здравствуйте. Я Тимошенко Татьяна, представитель инвесторов из Греции. Хочу перевести этот вечер заседания, как были, в творческий процесс. Для Анатолия Юницкого я написала стихи. В этих стихах отражается вся его творческая жизнь, все его напряжение, как он, с каким трудом он достиг своего успеха. Разрешите прочитать? Глуб. Небесная дорога Юницкого. Мечта многолетней птицы взлетела в небесную сень, в реальность смогла воплотиться двух струн параллельная нить. Представили взору пространства огромных масштабов дома. Юнибусы пони бурчатся, как раз он едет. Под ними скалистые горы, в ущелье крутом водопад, леса, голубые озера, меняется быстро ландшафт. Промышленность, космос открытый, в проекте давно занесли. Назвали систему великим спасательным кругом земли. Идеи приносит дар Божий, вопрос экологии цель. Дорога Юницкого сможет Планету спасти от потерь. Отчистятся воздух и земли от сотен асфальтовых миль. Век скорости спишет проблемы, расширит в общении мир. Сбываются сны и гадания, из сказки рождается суть. За кадром вся боль испытаний, тернистых страданиях. В столетии рождается гений, история знает свое. Таланты, гонимые всеми, сжигались, как в Риме бруно. Новаторов ждали потери, не все воплощались в мечты, скрывались большие идеи, Властями набились умы. Присвоить чужие таланты естественным было вранье. В открытую грабились гранты советским законным путем. Стучаться в закрытые двери, ждать помощь, казалось, нет сил. Но гений рождался как фениц и снова к победе спешил. Программа Юницкого в силе. На финиш выходит объект. Инвесторы многих мира включились в законный проект. Этап пролетит за этапом. В строительстве явный прогресс. Народы, планеты, как братья, помчатся дорогой небес. Спасибо. Очень хорошие стихи, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Микрофон номер один. Вы подписали? Спасибо. Добрый день. Николай Мартуниненко, город Литинск, Белоруссия. У меня обращение к Анатолию Эдуардовичу и второе обращение ко всем предельствам. Анатолий Эдуардович, я еще был в прошлом на кафесте, и у меня это было, но я постеснялся, сейчас же лидер компании, более уверенный человек. Я сюда написал это личное обращение, такое искреннее, прости, не знал про струнную дорогу, прости, не знал, что это ты создал. Зато теперь, когда я вижу это, это для Эйнштейна идеалным стал. Почему он вспомнил Эйнштейна? Ну, это, знаете, вариант Нобелевской премии в области физики. Но он получил Нобелевскую премию с какую-то теорию, которая до сих пор не доказана и не отрицаема. А вот сейчас обращение ко всем инвесторам и участникам экофеста. Смотрите, перед нами стоит человек, который всю свою жизнь, больше сорока лет посвятил идее спасения планеты, идее спасения экологии. АПЛОДИСМЕНТЫ И разве такой человек не достоин лауреата Нобелевской премии? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но именно в области мира. Смотрите, мы помним двух президентов, да, Горбачева и Обаму, одному, который развалил Советский Союз и оставил люди нищими, дали Нобелевскую премию мира. А второму дали Нобелевскую премию, и он пошел хромить арабские страны. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотрите, человек, который спасает планету, разве он не достоин Нобелевской премии мира? Я думаю... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я думаю, мы должны создать организационный комитет, подать заявку в Нобелевский комитет и поддержать, все мы, инвесторы, должны поддержать эту заявку. Согласны? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, что у нас общего с Эйнштейном у меня? Эйнштейн сначала был безработным, его никто не хотел обратно работать. И он 7 лет проработал в патентном ведомстве Швейцарии. Я тоже начинал с патента, тоже как патентовед работал, изобретал. И работал в патентной системе Советского Союза. И вот что вынес Эйнштейн, благодаря чему он создал теорию относительности? И что я вынес оттуда? Он сказал, я научился отделять зерна от плевел, то есть зерна от мусора. Я тоже научился этому. И поэтому я вижу многие вещи острее и лучше других. Потому что я вижу, где мусор, а где зерно рациональное, да? И поэтому именно к этим вот, благодаря этому качеству я и придумал вот SpaceWay, вообще планетарное транспортное средство, когда понял, что убьет индустрию человечества и биосферу. Два-три поколения будет точка невозврата. И я понял, что не надо, не только об этом говорить, но найти решение. Я его нашел, как это сделать. Вообщем, планетарное транспортное средство позволит вынести всю индустрию планеты в космос. А потом, что транспорт не должен убивать людей. Сегодня транспорт, только автомобиль, убивают полтора миллиона человек в год. 15 миллионов делают коллегами-инвалидами. И я придумал транспорт, который не будет убивать людей, не будет отнимать землю. Вот благодаря этому качеству. Так что спасибо за вот идею. Спасибо большое. Получим Нобелевскую премию и вложим ее в развитие технологий. Придется поделиться с человеком. Там, ну как у вас, там это... Да. Десять процентов, двадцать... Ну как там малая система. Но он все равно их тоже вложит в технологию. Ну, естественно вложит. Микрофон номер два, пожалуйста. Бонжорно Белоруссия, бонжорно Италия, бонжорно Мондо, бонжорно Анатолий, бонжорно Майкл. Добрый день мир, добрый день технологии, добрый день Анатолия, добрый день даже я. Бонжорно. А в ноябре 2017 года он инвестировал, он и его семья в технологию SkyWay. Он сразу же поверил в то, что восторжествует эта технология, потому что он сначала изучил жизнь Анатолия Юницкого. И он считает, что ваше видение будущего грандиозное. Венго дала Калабрия, ла пенисола, нелла пенисола. Он из Калабрии, это подошва итальянского сапога. В самом центре Средиземного моря одного из самых красивых морей мира. Я хочу, чтобы Италия и Калабрия находятся внутри технологии SkyWay эту инновацию и эту восстановку туристическую, культуру и туристическую, которую Италия и Калабрия имеют. Он надеется на то, что с помощью технологии SkyWay Италия и Калабрия смогут раскрыть миру еще глубже все те достопримечательности туристические, культурные, которые там существуют и чего и Италия и Калабрия достойны. И наш проект является средством достижения этого великой мечты. И, в основном, я, как инвеститоре, я, как инвеститоре, сегодня я, как инвеститоре, я, как инвеститоре, и в Калабрия, мы помоем, с моей огромной командой, и с теми, и с теми, университета Уни-Реги, два важных события, один в Синополе, в феврале 2018, и один в Регио-Калабрия, в Калабрия, в Калабрия, где были в Синдаке и в Регио-Калабрия и в политике, в Калабрия. Мой момент. Он говорит о том, что из инвестора, он постепенно превратился в человека, который продвигает этот проект, он уже менеджер в СВИГе, в итальянском. И организовал уже два важнейших мероприятия по продвижению нашей технологии. Первое было в феврале в Синополе, второй совсем недавно в Реджо-Калабрия, в городе, самым населенным в данной провинции. Мы делали новость, об этом вы, наверное, читали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... За шесть месяцев у нас уже один процент. Неплохой, значит, результат за полгода. Спасибо, молодец. Он торжественно клянется от имени итальянцев к следующему экофесту довести это количество до 15%. Продолжение следует... 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 всех акционеров слишком много но естественно не соглашается на эти условия потом лучше мы самим самим зафинансировать технопарки там я говорил об этом да а не взять крупного инвестора поэтому эта работа будет продолжаться дальше потом у нас начинается более сложный проект это гиперскоростная система а потом еще планетарное транспортное средство на этот проект надо где-то два триллиона шестьсот миллионов миллиардов долларов только на научно-сельского на конструкции работы по т.с. там порядка 100 миллиардов долларов только на эту работу мы там будет финансировать свое человечество естественно ту работу чтоб спасти себя и своих детей и внуков и параллельно будет делаться огромное количество проектов адресных и там естественно надо их финансировать но скорее это будет зафинансировано через криптовалюту, через токены, скорее всего. И там та схема, которая сейчас есть в Крадо-Весинге, не очень подходит. Я уже говорил, что до нас вот сюда доходит половина инвестиций. Что значит половина инвестиций? Если мы будем так зафинансировать, допустим, проект, значит, он станет в два раза дороже. Значит, его окупаемость будет, допустим, мне там 7-8 лет, а 15-20 лет. И кто-то туда пойдет как инвестор. Поэтому схема МЛМ-финансирования, когда вот реферальные эти все вещи, не очень подходит для финансирования адресных проектов. Там надо систему менять. Но возможность за вознаграждение участвовать, но только там должны быть другие проценты. Поэтому эта работа, я думаю, не прекратится никогда. Она будет всегда. То есть это будет в рамках того же сайта, той же структуры? Нет, это будет меняться. Это же опять, это не мы делаем, это делают инвестиционные фонды. Они должны перестроиться. Если они не перестроятся, то будут другие фонды участвовать, а не эти. То есть это будут новые компании, новые сайты? Нет, зачем? Если они будут делать правильно, как это, зачем нам другие? Но если они не перестроятся, то другие будут это делать. И второй вопрос. Вы знаете больше нас, идите дальше, потому что вы, собственно, источник всего. С вашей точки зрения, когда будет первый рейс ОТС? Рейс? Первый рейс, когда поднимется ОТС? ОТС, значит, я разработал бизнес-план. Потом, кстати, эта работа сейчас ведется, я уже некоторые вещи могу сказать. По той же схеме, как краудинвестинг, есть оценка индивидуальной собственности на ОТС. Это дело независимо оценочной компании, опять же, это не я делал. Это оценка 9 триллионов 600 миллиардов долларов. То есть, это потом индивидуальная особенность будет капитализироваться, потому что ОТС где-то оценивается в 2 триллиона 600 миллиардов долларов. И эту работу в бизнес-плане она прописана на 20 лет. 2038 год, старт ОТС. То, что оценка такая большая, может показаться странным, как-то 9 триллионов, почти 10 триллионов, да? А на самом деле это не так, потому что только один рейс ОТС даст эффект в 100 триллионов долларов. Поясню. Сегодня груз доставляют в космос с помощью ракеты. Стоимость доставки тонны груза в космос более 10 миллионов долларов. Если вас доставить в космос, то считайте, что мы сделаем вашу статую из золота. Цена будет примерно такой. 10 миллионов долларов за тонну. Как там можно индустрию создавать? Какие заводы, да? А теперь представьте, мы сделаем ОТС, и стоимость доставки будет менее 1000 долларов за тонну. Менее. А в перспективе будет ноль стоить. Потому что при доставке большого количества грузов мы используем энергию груза и вырабатываем электрическую энергию. И ОТС будет гонерить электрическую энергию и давать прибыль. А не тратить, ну, не расходу, да? Так вот за один рейс можно вывести 10 миллионов тонн грузов. Экономический эффект на тонне груза 10 миллионов долларов. Умножьте 10 миллионов, 10 миллионов, получится 100 триллионов долларов. Эффект от одного рейса. А рейса может быть 1000. Потому что служба на 100 лет ОТС. Первый рейс мы увидим где-то лет через 20. Да. Спасибо большое. Спасибо. Микрофон номер один. И это рейса. Гэми. Ижненез. Ига, это рейса. Я не十分 рада下otzан至яне. И queer Ricky будут Throughout fark swing 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 swing. Игнездо. Игнездо. И Stock Agent Рэндии. Мы здесь тоже есть, чтобы понимать что люди говорят, что мы не понимаем. Многие английские коллеги у меня не понимают, потому что мы не понимаем, что это было сказано. Это возможно быть, чтобы мы могли нас заинтересовать? Я вернусь, что мы понимаем, как вы думаете, что мы понимаем. Вы понимаете, что вы понимаете много языковой. Вы выявили, что вы были выступления для австралианского человека. Я был очень, очень рад за это поговорить. Я так понял, что тут больше ко мне был вопрос, что англоговорящие инвесторы находятся в некотором недоумении, потому что не понимают всего, что здесь происходит, и не могу ли я для них тоже переводить. Я боюсь, что если я буду все переводить, то это затянется на несколько дней. Мне кажется, мы организовывали переводческие все услуги. Наверное, что-то куда-то не обратились. Где-то там переводчики должны быть. Но здесь, наверное, должны были переводчики. Просьба тем, кто занимается организацией мероприятия, что-то помочь, подсказать, каким образом прибегнуть к переводческим услугам в группе товарищей, которые обратились. Кто-нибудь слышит меня? Что там? Вам привет! Перегон Днестра, Терраска, Переднестров. Оно-то звучит? Хороший звук. Спасибо. Вы должны были обучать все прелинерские материалы. Все это приводит. Вы должны были приводить специальные микрофоны и headphones из киоск, не просто behind your back. И все это приводит. Все это приводит. Вы просто не знаете о том, что я не могу переводить. Микрофон номер два. Галина Савиньевич, город Москва. Уважаемый Анатолий Эдуардович, Вы неоднократно говорили о том, что Вы уже получили некоторые адресные проекты. Скажите, пожалуйста, готова ли проектная документация для этих конкретных проектов? И способны ли производственные мощности Skyway обеспечить строительство этих проектов? И хотелось бы на Вашем сайте как можно больше информации о конкретном производстве. Сколько, например, вагонов может построить Skyway в год? Будет ли создана промышленная корпорация, которая будет изготавливать двигатели, сталь, подшипники, железобетонные изделия? Или Вы будете по-прежнему ориентироваться на снежников? Спасибо. Это закрытая информация. Если мы хотим разрушить бизнес, нет проблем, мы можем все опубликовать. После этого можно по домам расходиться. Бизнеса не будет. Поэтому есть адресные проекты, документация делается, но какие проекты мы говорить не будем сейчас. Какие сайты мы ничего публиковать не будем. Потому что тогда Вы меня же обвините в том, что я бизнес разрушил. И Ваши инвестиции были потеряны. Вы же меня обвините. Поэтому мы даем дозирную информацию, то, что можно сказать. Но когда мы начнем строить, Вы узнаете, не переживайте. Когда начнем строить, а не проектировать. Потому что на этой стадии уже еще можно помешать. А когда строится, уже никто не помешает. И, естественно, у нас есть достаточно силы, чтобы начинать адресные проекты, и не один. Потому что вначале не надо много кадров. Это по мере развития развивается кадровый потенциал. Я еще раз говорю. Три года назад я был один в компании. Можно было не браться за все, а сказать, да это же мы никогда не сделаем. Мне так и говорили. Да это невозможно сделать. Где возьмете конструкторов? Где возьмете деньги? Где? У вас ни поддержки, ни помощи нет. Да? И посмотрите, все стоит, все есть. Три года. Так вот, любой проект, Вы что, пришел и за ночь его построил, палочка взмокнул волшебно, и проект появился. Это те же три года. Минимум. За три года будет все созданное, что необходимо. Для этого и других проектов. И производственная база. У нас есть уже базис, основа. И тиражировать это все, это не проблема. У нас есть проектно-мощное подразделение. Лет через пять, я думаю, в этом подразделении будут работать не менее десяти тысяч человек. Десяти тысяч. Чтобы делать адресные проекты, десятки в разных странах. Потому что очень много работы, проектных будет представить, расставить все опоры, сделать трассировки, гидези, геологии. Спроектировать станции, вокзалы и так далее. Автоматические системы управления, подвижной состав, да? И параллельно будет развиваться производство, естественно. Поэтому нет проблем с реализацией большого количества проектов, которые мы можем начинать сегодня. Что мы делаем? Спасибо большое. Микрофон номер три. Верясов Сергей, город Красногорск. Некоторое время назад в одном из репортажей о Гиперлуп Илона Маска вы говорили о том, что это очень опасный транспорт. Нужны переходные шлюзы. И при мельчайшей трещине все пассажиры погибают. И вот в последнее время все чаще и чаще появляется информация о том, что вы создаете свой такой транспорт такого типа. Что-то изменилось или вы нашли решение? Спасибо. Тип тот же, но транспорт другой. У нас колесный транспорт, на остальные колеса, но это же не трамвай. Поэтому я критикую в данном случае решение, которое в Гиперлупе. Илон Маск уже отошел оттуда. Те решения, которые показывают, это бред, это детский лепет. Это даже не инженеры, это дети рисуют. Они даже не понимают. Представляете, допустим, показывают там вагончик. И дверь там шириной, я не знаю, на несколько кресел. Там 2-3 метра, высотой 2 метра. У этой двери площадь 5 квадратных метров. Когда он войдет в вакуумную трубу, внутри это атмосферное давление, там люди. А снаружи вакуум. На эту трубу, на эту дверь будет нагрузка 50 тонн. Вы можете представить, это вес железнодорожного вагона. А они рисуют там с фанерки какие-то. Да какие замки, там все полетит. Слава будет сломана. Я это критикую, а не вакуумную трубу. Космонавты же летают в вакууме. Вы на самолете летели, там уже раздрежение. Но если самолет потеряет герметичность, вы все погибнете. И я погибнусь и буду лететь. Потом не вакуум надо бояться, не трубы, а не правильных технических решений. И у них много вот таких вот нерешенных проблем. Они даже об этом не думают, даже не говорят об этом. Одна из проблем, вот они хотят, и в Дубае уже вроде строят тестовый участок 6 километров. Говорят, мы хотим построить дорогу Высокорского гиперлупа Дубай-Абудаби. И нас, Министерство транспорта Эмирата, попросило сделать анализ, сравнение. Вот есть гиперлуп, а есть скайвэль. Что лучше? Мы сделали такой анализ и приставили туда в правительство. Сравнение, вот для этой трассы гиперлуп, где скорость 1200 км в час, как они говорят. И скайвэль, где расчетная скорость движения 450 км в час. И проносили по времени, по затратам денег, энергии и так далее. Так вот, пока они будут садиться в этот модуль, пока они попадут в шлюз, пока из этого шлюза откачают воздух, закрыв там отсеки, потом, пока они откроют вход в трубу и попадут в трубу, мы уже половину пути проведем. И оказывается, что мы приедем быстрее в Хайперлупа, из Дубая в Абудаби, на 10 минут. Так зачем скорость эта нужна? Чтобы в 10 раз дороже больше денег заплатить? Чтобы в 10 раз был дороже билет? И опять же я посчитал, какая у них мощность двигателя. Они тоже этого не делают. Так для того, чтобы разгоняться с ускорением, как они говорят, там метр даже на секунду в квадрате, в конце разгон, это примерно с середины пути, мощность двигателя с учетом потерь, достигнет 10 тысяч киловатт. Иначе они просто не разорвутся от скорости. Сколько 10 тысяч киловатт? Даже если там будет хороший электропривод, там потери будет 10%. Вы представьте, что тепловыделение в модуле будет тысячи киловатт. Это все пассажиры просто сварятся. Вкрутую или в смятку, не знаю. За несколько минут. Кстати, тысячи киловатт тепловой мощности. Они не заморачиваются, как отводить это тепло. Они даже об этом не говорят и не думают. Там столько у них нерешенных проблем. А у меня недавно решены эти проблемы. Все эти инженерные проблемы решены. Поэтому мы делаем другую систему. Это другая. Если взять мою монографию, она там тоже, по-моему, есть в музее, да? И открыть там, я не помню, какая страница. То, на самом деле, вакуумную трубу описал я, это было 40 лет назад. Она в монографии нарисована, эта картинка. Высокоскоскосная вакуумная труба. Лондон, Нью-Йорк. По океану. Можем идти через океан. Независимо от глубины. Это дешевле, чем по суше. Потому что труба делается с нулевой плавучестью на глубине 100-200 метров. И корится в дну. Так это описано 40 лет назад, еще компьютеров не было. И там акварелью рисунок нарисован. Так при чем еще Илон Маск к этой идее? Но тогда я понял, что это преждевременно. И поэтому стал первым этапом вот этой идеи. Потому что это очень сложное направление, да? Это с КВ и стал. И когда с КВ уже стал более-менее на ноги, уже можно говорить об этой скоростной системе. Тем более Илон Маск проделал большую работу. Спасибо ему. Рекламирует фактически мою идею. Молодец. Спасибо. Спасибо большое. Успехов вам и нам во всем. Спасибо вам за вопрос. Господа, в 3 часа начнется обед. И с вашего разрешения мы также вместе с вами отобедаем. Поэтому времени остается не так много. Пока вы думаете над вашими вопросами, следующий будет микрофон один. Здесь для Анатолия Эдуардовича есть небольшой сюрприз. Может, подкрепитесь. Обед еще через 20 минут. Башкиринские команды. Вот это хотим подарить. Как Башкирии. В Южном Урале один остался. Без метро. Без чего? Без метро. Без этого. Вот ждем уже Skyway. Это божественный час. Когда наш президент слышит от этой трибуны. И будет строить первое уже Skyway. Спасибо вам. Вот наш мед тоже, как Skyway, весь мир знает. И наш башкирский мед во всем мире любит. Мы хотим в отцовку. Я знаю башкирский мед, он очень вкусный. Когда я жил в Москве, я его все время покупал. Этот мед. У него микрофон. Спасибо. Классный мед. Я очень люблю мед. И чтобы вы знали, у нас здесь около 107 пчелины. У нас есть тоже свой мед. Очень вкусный. Тоже как-то в гостинице. Спасибо. Спасибо большое. Мед наверняка очень вкусный. Я догадываюсь. Микрофон номер один. Здравствуйте. Наталья Званович. Я из Кыргизии, из Мамбарьев. У меня вопрос такой. Почти здесь задавали этот вопрос. Сочтично. Но тем не менее, я хочу уточнить. Я с 15-го года с вами. Уже вот завершаем строительство технопарка. Это хорошо. Вот переходим к адресному проекту. Если крупный адресный проект уже заказ будет. У нас завод по изготовлению выпуска транспорта Skyway. Есть или нет? Я уже отвечал на этот вопрос. Сегодня нам нужен завод, который пропускает тысячу юнибусов. Кому они нужны? Эти тысячи юнибусов будут стоить, знаете, огромные деньги. Чуть ли не миллиард долларов. Поэтому в этом нет необходимости. У нас есть опытное производство, которое может выпустить сотню юнибусов в год. Но это сотня даже юнибусов поедет только через три года. Нельзя быстрее сделать любой адресный проект. Поэтому по тем адресным проектам, которые мы уже подписали документы и начинаем реализацию, будут создаваться свои производства. Если у нас, допустим, есть в работе проекты, где надо возить контейнеры, то зачем нам юнибус? Там нужен контейнеровоз, а не юнибус. Он у нас тоже спроектирован. Причем в тропическом исполнении. Который может ввести контейнер длиной 40 футов и весом 35 тонн. На базе этого контейнеровоза мы спроектировали уже, у нас тоже такая машина есть, для перевозки сыпучих грузов. В тех же Эмиратах, вот взят Дубай или Абу-Даби, они в год расходуют около 100 миллионов тонн камня. Представляете, сколько они небоскового построили? Это же бетон. Там же нужен щебель, песок, цемент. Поэтому надо возить 100 миллионов тонн материалов. У нас такая машина есть. И один из проектов в работе есть. И мы его реализуем за три года. В том числе, там будет необходимое количество подвижного состава для этого проекта. Есть проекты, где нужен пассажирский транспорт. У нас тоже есть документация на этот подвижной состав, на путевую структуру, на опору. Уже что-то есть. Как только пойдет финансирование, начинаем эту работу. А без финансирования, ну, какой смысл что-то делать? Это же бессмысленно. Но мы готовы к старту. Мы на низком старте и стартуем сейчас. В сентябре фактически мы стартуем Эмират. Спасибо большое. Еще остается какое-то время у нас. Давайте микрофон номер два. Анатолий. Саша Карл, Гумель, Беларусь. Земляк. Вам привет из Гумеля. Каждое утро про хозяина Звездного мира. Бывшего, да. Что в Пруске. Его же отняли, это здание у нас отняли. Да, старая конюшня князя Паскевича. Я думаю о вас о том, что столько энергии. Не жалея, не сил, не денег, не здоровья, не семьи. Не, семью я жалею. Они не страдают, наоборот. Я пришел с самого начала 2014 года. Слышал, до этого, ты 55 лет. Слышал, у нас 2014 года. Молодого еще. Нормально. Я когда дед Сен-Звездный мир, мне было 40 лет. В 88 году, да, ваш репортаж. Смотрели, да. Ситуация безракетного космоса в Лухарях, на аэродроме, да. Здравствуйте, Михаил. Я хочу пожелать, мне вопросов нет. Хочется быстрее освободить экологию, вынеси все вкусноши. Да, но... Все люди на всей планете жили. Толид Валич, здоровья, мы счастливы. Спасибо. И я тоже хочу прокомментировать это. Вот, понимаете, как сталь делают? Очень хороший был вопрос. Спасибо вам большое. Как делают прочную сталь? На калилии, потом в холодную воду. Тогда она действительно хорошая сталь. Поэтому то, что было со мной, эти проблемы, трудности, там... У меня 7 раз отнимали все до нуля. 7 раз. Заводили уголовные дела, арестовывали, сажали в каталажки, выгоняли из стран, там... Дважды лишали гражданства российского и так далее. Там, придавали друзья, партнеры и так далее. И вы знаете, я хочу сказать всем спасибо. Как та сталь, которая закалилась. Спасибо им всем. Без них не было того, что я сделал. Так что все нормально. Все хорошо. И мы дальше будем двигаться независимо от того, как нас будет давить, не понимать, третировать, выгонять. Мы еще будем сильнее идти вперед. У Гафта есть эпикрама на этот счет, любимая Анатолия Дударовича. Можете найти в интернете и прочитать. Анатолий Дударович сказал, что она абсолютно точно выражает его отношения. Спасибо. Да, всем врагам. Микрофон номер три. Здравствуйте. Ирина Скадорова, Беларусь. Эксперт. Skyway Capital. Я дошла в моя очередь, но я хочу уважительно передать свою очередь гостю из Венгрии и оставить один крошечный вопрос, Анатолий Дударович. Не секрет, что все сильные меры всего пользуются не так, но оглашая это, у астрологов, если вы когда-либо, и что вы можете сказать по этому поводу, и микрофон отдам гостю из Венгрии. Нет, не пользуюсь, но иногда гадал. Могу рассказать об одном гадании. Это был, по-моему, 2000 год. Нет, даже нет, 2009 год. Было очень тяжело, я познакомился с девушкой, которая была моложе меня на 30 лет. Я помню, мы шли с ней как-то, мне было 50 лет и 20 лет, шли по Арбату, и смотрю, гадалка. Я подхожу и говорю, погадайте мне. Она стала гадать, и почему-то стала говорить не обо мне, а о девушке. То, что она станет моей женой, то, что она через 18 лет станет бизнесвуменом, ну, известная лея, это, так сказать, бизнесменом, что она родит двух детей мне. Это произошло. Ну, это не астрология, это не гадалка. Не знаю, как она, или может меня запрограммировал на это. Ну, хорошее программирование. Добрый день, меня зовут Ласслос Ливос, я юбилен, трюген. Я юбилен, трюген, трюген. Я юбилен, трюген. Я юбилен, трюген. Добрый день, который продолжается. Я юбилен, трюген. Я юбилен, трюген. Технический университет. Она своей дипломной работе затронула проект SkyWay. Этой работе с этим работой и сомнений, и сомнений, и сомнений, и сомнений, и сомнений. Она свою дипломную работу написала отлично. Ее работу признали прекрасной. Дипломная работа называется «Возможность использования в технологии SkyWay проект-менеджмента». Молодец. Хорошая тема. И я хочу передать вам один экземпляр для дипломной работы и пожать вам руки. Спасибо. А на каком языке я? На английском написано. И, к сожалению, я причесть не могу. Спасибо. Спасибо. Поздравляю. Молодец. Спасибо большое. Значит, у нас остается порядка 15 минут. Еще успеем, наверное, три вопросика. Микрофон номер один. Микрофон номер один. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Мы уже проверили недократно, как только мы говорим о каком-то адресном проекте. Туда приходят сотни писем возмущенных граждан. И эти письма привезут наши недобросовестные конкуренты. О том, что жулики хотят вас обмануть. Гоните их подальше. И естественно, какой тогда может быть разговор о проекте. Я уже говорил, что мы работаем в самой такой сложной и коррумтированной отрасли, как транспортной. Вы что думаете, в Литве просто так все произошло? Представьте, что был проект и лоббирует проект Сименс соединить все столицы Прибалтийских республик с скоростной железнодорогой. И стоимость проекта 20 миллиардов евро. И другой объявился инженер Юницкий, который говорит, тому бы это сделали Скайвей проект за 2 миллиарда евро. Тоже захочет терять 20 миллиардов евро. Кто-то кому-то выгодно, ну понятно. Итак, это очевидно, кто стоял за все это. Спасибо. Микрофон номер два. Здравствуйте. 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 Вам большое благодарность из Монголии. Очень много людей благодарят вас за такой грандиозный проект. Кстати, у нас для Монголии много проектов. Я так и думаю. Спасибо. И у меня один маленький вопрос. А когда именно кончаются корневые акции? Очень много людей хотят к нашим покупать. А хотели бы, но я не могу им сказать. К сожалению, вы обратились не по адресу. Да. Перед вами выступает инженер Юницкий, который не продает никакие акции и не занимается инвестициями вообще. Хорошо. Поэтому этот вопрос задавайте мне и не здесь. А как будет выглядеть эта сеть Скайвей Интернет и Скайвей сеть телефонов, вшитых в дорогу? Это очень интересный вопрос. Когда я... Уже лет 30 я пропагандирую Скайвей. Тогда он назывался струнный транспорт Юницкого. И когда приходишь к заказчику, рассказываешь о том, какую прибыль даст проект, и говоришь, что мы можем зашить линии связи, оптоволокно в рельс. Мы можем зашить линии Т-передач. И вообще весь интернет может уйти вот сюда, и спутники не нужны. Так. Вся связь, там, телевидение и так далее. Тогда мне говорят, слушайте, а зачем ездить? Оно и так все окупится. Только за счет связи. Поэтому это очень важное направление, и мы во всех трассах зашиты линии связи, которые будут тоже давать доходность, прибыльность проекту, потому что мы можем продавать не только пользу сами, да, связью для управления подвиженным составом, там, станцией, вокзалами, инфраструктурой, ну и продавать услугу связи другим. И также услуги, ну и электрическую энергию, генерить самими и продавать. Это я правильно поняла, что будет такой открытый Wi-Fi и на улице, и везде? Нет, я не совсем то сказал. И о том, что вы говорите как пользователь, а я говорю как инвестор, что мы можем зарабатывать на том, что у нас будет связь зашита и будет услуга. А вот как ее пользоваться, это уже будет компания заниматься этим, как сейчас там телекомы всякие, там, я не знаю, Билайн и прочее. Естественно, и Wi-Fi будет, и не только Wi-Fi, потому что взять информацию с сети, которая рядом, несложно. Это же ближе, чем сотовая связь, да, или чем спутник на высоте, там, 30 тысяч километров на гейсинхронной орбите. Спасибо большое за ваш вопрос. Приближается время обеда. Последний вопрос к третьему микрофону. Все вопросы, которые у вас остались, неотвеченными, не расстраивайтесь. Завтра начинаются конференции инвестфондов, и ваши лидеры смогут на все их спокойно ответить. Мы же объявляем последний вопрос к создателю технологии Skyway Анатолию Юницкому. Меня зовут Альберт, я из Лондона. Привет, Великобритания! Привет, Лондон! Он очень взволнован идеей Skyway и был, и остается. И очень рад, и очень рад, и очень рад, и очень рад, и точно так же его волнует Экофест Skyway 2018. The question I want to ask, many prospects, when we meet them, they ask, when will they start getting money, when they invest in Skyway? What is our best reply? Значит, очень часто спрашивают, вот те, кто вложили деньги в Skyway, когда получат, скажем так, обратную связь, когда получат свои дивиденды, скажем так? Какой самый лучший ответ на этот вопрос? Опять же, этот вопрос не по адресу. Перед вами наступает сейчас инженер Юницкий. Поэтому я отвлечу не как бизнесмена, а как инженер. Самый прибыльный проект, куда вкладываются инвесторы, это экотехнопарк. Просто многие инвесторы этого не понимают. Они говорят, давайте какой-то адресный проект сделаем. Давайте что сделаем? Сделаем адресный проект. Допустим, Лондон, Париж. Правда, 20 лет будем продавать билеты, не меньше 100 миллионов штук. Чтобы потом получать какой-то доход. Поэтому вложение в адресный проект это долгоиграющее вложение. А теперь представьте вложения в экотехнопарк. Сюда можно немного денег, я говорил сегодня. И вот приезжают заказчики, говорят, ну круто, нам нравится, давайте у нас строить. Подписываем контракт. Нет проблем, давайте подписываем. Платите авансовый платеж. 10%. А от миллиарда это 100 миллионов долларов. И мы окупаем это за один день, а не за 20 лет. Так этот процесс пошел. Вы просто это не видите. Я заговорил об этом сегодня. В том числе, криптовалюта, это уже пошла-то отдача. То есть обратный выкуп там и токены. Это уже пошел процесс получения дивидендов. Уже все работает. А если мы вложили там, допустим, те же 50 миллионов долларов в какой-то адресный проект, то мы бы, во-первых, не построили, у нас бы не было базы, у нас не было проектировщиков, конструкторов. У нас бы ничего не было. И заказчик бы сказал, как вы можете построить, у вас ничего нет. И говорит, да не надо нам ваш проект. Я сказал бы. Поэтому я выбрал единственный правильный путь. Вот то, что вы видите. И это самый примененный проект. Так вот еще более примененный проект появится в Эмиратах сейчас. Которая уже сегодня начинает окупаться. Я говорю, нам дали землю, у нее стоимость 750 миллионов долларов. Нам подарили эти деньги. Это вот это все срабатывает. Ваше вложение вот сюда. Это 750 миллион долларов в Америке. Вы не понимаете, это деньги. Это деньги. Это деньги, которые принадлежат к всем участникам. Это было уже срочно срочно срочно. fair, кость написано. Хорошо, apartи. А он сказал, за каком abbiamo bisogno сравнивать disso? Опрос Mythи. shit,Ые пандусы. екты. Т Arбкажи. О стремен cardинка из И смогли. Ораult Ну что, господа, перерыв на обед. Спасибо всем за участие и за внимание. Анатолий Эдуардович тоже человек, ему надо покушать. Как и вам всем. Приятного аппетита! Праздник продолжается. Музыка 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 Продолжение следует...